На этих кадрах 15-летней давности так нежно и с любовью Наталья Чусова перебирает любимые хризантемы. Каждый день, заходя в теплицу, она мысленно желала им хорошего дня. Таков был ритуал. Наталья верит, что они все чувствуют. Особенно настроение того, кто за ними ухаживает. Сегодня Наталья Чусова уже не работает. Она на заслуженном отдыхе. Это человек три в одном. Это у нас был и агроном первый, и первый мастер, и просто хороший человек. Все было у нее. Девчонки с ней просто хотели работать. Но она потом ушла от нас. Ушла в Т2. Как мы не хотели выпускать, но пришлось выпускать. Но нам было очень приятно с вами работать. Спасибо вам. Все годы, которые я там отработала, они, наверное, никогда не забудутся. Очень приятно, что компания до сих пор работает. Всего за торжественный вечер было награждено 25 работников «Агроцвета», в том числе и ветеранов. Генеральный директор группы компании «Агроцвет» Сергей Балакин с любовью и искренностью говорил о каждом. Без единого сомнения, он уверен в том, что ценность предприятия – это люди. Она нас научила ценить людей, ценить и беречь. Всего хорошего вам. Будьте здоровы и счастливы. Процветает «Агроцвет». Я даже очень рада. Я в последнее время, когда ушла, отработала 4 года, ушла в 65 лет. И как-то мне даже сожалело, что рассталась с этим коллективом. На протяжении всех 15 лет компания «Агроцвет» работает в тесном сотрудничестве с Северским трубным заводом. Под четким руководством управляющего директора Михаила Зуева облагораживает территорию городообразующего предприятия. Наряду с новыми технологиями пришли на наш завод и новая культура производства. Вы посмотрите, как сегодня преобразовываются наши здания, наши бытовые здания, административные. Раньше, я честно скажу, мне было стыдно, что такой завод с такой богатой историей выглядит так неприлично, как на других заводах я бывал. А мы с вами шаг за шагом это сделали. И сегодня, когда мы заходим в наши основные цеха, культура производства, после посещения цеха ботинки можно не чистить, они остаются чистыми. Это благодаря их усилиям Полевской заметно преображается. Каждая новая территория в городе – дело их рук. За годы существования «Градцвет» сумел стать лидером в области благоустройства и занять свою нишу в предпринимательском сообществе. Можно вспомнить один из первых наших объектов благоустройства. Это когда запускался Гереческий стан делать благоустройство, когда это было первое испытание. Потом были многие другие объекты, было благоустройство ТПЦ-1. Много было сейчас сказано о тех объектах, которые мы выполнили, я не буду повторяться. Я хочу сказать, что я думаю, не думаю, я уверен, что все основные и большие объекты группы компании «Градцветы» и «Градцветы» они еще впереди. Любопытные факты. За 15 лет работы предприятия «Градцвет» посадил 1 миллион 500 тысяч цветочной рассады, полторы тысячи саженцев деревьев, собрано и продано 150 тонн огурцов, 90 тонн томатов. Площадь посаженных газонов на территории Полевского равна Екатеринбургу. А дальше – больше. В планах на ближайшую пятилетку создать собственный плодопитомник, чтобы самостоятельно выращивать деревья для озеленения Полевского. А еще в ближайших планах привести в порядок парк Дендриарий, чтобы он стал еще одним туристически привлекательным местом для жителей и гостей Полевского. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.